Сегодня мы с вами укореняем пеларгонию. Укореняем мы уже собранные черенки. Видео о том, как выбрать черенки, когда их собирать и как их нужно определять, когда уже черенок готов. Когда его можно на укоренение брать, я снимала в предыдущем моем видео, посмотрите. Сейчас я вам расскажу, как я укореняю пеларгонию. Для укоренения черенков подходит абсолютно разная тара. В большие вот такие вот горшки сажать маленькие черенки нельзя, так как корневая система пеларгонии очень маленькая. Развивается она очень хорошо в маленькой посуде, в маленькой таре. Очень маленькие черенки хорошо укоренять вот в таких вот квадратных стаканчиках. Они, во-первых, занимают меньше места, они встают в ряд и удобно компонуют. Но когда черенок уже имеет крупные листья, лучше, конечно, чтобы рассада стояла на расстоянии друг от друга. Можно брать и вот такие вот стаканчики 200 граммовые прозрачные, тоже хорошо укореняются пеларгония. В общем, у меня в ход идет все, что угодно. Стаканчики из-под йогурта замечательно являются, так называем, бесплатным материалом для укоренения. Итак, начнем. Для начала нужно в дне стаканчика обязательно проделать отверстие. Рассказываю и показываю, как можно сделать отверстие для слива воды. Вот так просто беру, протыкаю ножом. Все, отверстие готово. Вода будет утекать. Вода будет утекать и не будет застаиваться. Пеларгония очень не любит, когда ее заливают. Также можно просто вот так вот отстричь ножницами. Вот такой сделать прорезь на дне. Тоже неплохо. И земля не будет высыпаться, и водичка будет утекать. Очень удобно пользоваться вот такой ячейкой для каждого стаканчика отдельно. Но это, конечно, место, чтобы сэкономить. Можно также вот ставить их в поддоны различные. В общем, у кого что есть, кто во что гораст. У цветоводов у всех всегда одна проблема. Это нехватка места. Поэтому экономим место как можем. Мы можем даже поставить и вот так стаканчики свои между этими. Между стаканчиками. Какие-то побольше, какие-то поменьше. В общем, разместить и ухитриться, сэкономить место, как это получится. Вот из такого стаканчика сделал я совочек. Это небольшой объем, очень удобно насыпать. Насыпаю землю до половины. До половины стаканчика. Может, даже чуть-чуть побольше. А земли? Несколько это слоба земли. Земля никакая не специальная. Земля с огорода, наполовину с покупной. Земля, можно сказать, скудная. Потому что для укоренения скудная земля намного лучше. Растение не жирует, а наращивает корневую систему для того, чтобы найти себе питание. Так, вот сейчас разложу всю земельку по стаканчикам. И сразу все стаканчики полью. Поливаю все стаканчики. Все, земля насыпана. Земля полита. Вода ушла вся в поддон. И только после этого нужно приступать к посадке черенков. Однажды я поторопилась и посадила черенок, только что сломанный, неподсушенный, с неподсушенным срезом, прямо в мокрую землю. И что произошло? Буквально через час черенок втянул в себя вот эту вот воду и произошло загнивание. Все, черенок погиб за один день. Ни в коем случае нельзя сажать прямо вот в грязь, в землю, которая еще не ушла. Так, распределяем черенки по стаканчикам. Даже вот такие крупные черенки тоже нужно сажать в стаканчики небольшого объема. Не забываем удалять нижние листья. Чтобы испарение влаги было как можно меньше. Вот в таком состоянии должны остаться 3-4 листочка на черенке. Итак, вот результат проделанной работы. Черенкование произвела, по стаканчикам рассадила, все полито. Подкормка будет производиться не раньше, чем через месяц, пока пеларгония будет укриняться. Наращивать корневую систему. Буду их понемножечку поливать, подсвечивать. До новых встреч! Желаю вам красивых цветов и хорошего настроения!